Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам за приглашение, за возможность поделиться нашим опытом. Большое спасибо аудитории за стойкой, за то, что дождались нашей секции. И в начале своего сообщения я бы хотела задать очень простой вопрос. Подчеркну, он касается не проверки ваших знаний на знания стандартов и рекомендаций, а то, как вы работаете, что вы делаете в своей рутинной практике. В каком случае вы выполняете тестирование? Молитикулярно-генетическое с определением мутации. В данном случае мы сегодня говорим об мутации ALK. И варианты ответов провожу всем пациентам с первоявленным несклеточным раком легкого, пациентам с неплоскоклеточным раком легкого, молодым некурящим пациентам или не провожу по каким-то причинам. Пожалуйста. Неоднозначные результаты, но, в общем-то, нам есть о чем поговорить. И мы все с вами являемся свидетелями эволюции терапии поздних стадий мелкоклеточного рака легкого, которая за последние 40 лет, конечно, претерпела выраженные изменения, что привело к увеличению общей выживаемости с 2-4 месяцев в самом начале до, сейчас мы уже говорим, 5 и даже в некоторых случаях 6 годах общей выживаемости. Конечно, это произошло благодаря индивидуализации терапии, назначению нужного препарата нужному пациенту в нужное время. Если говорить о мутации ALK, то это достаточно редкая мутация, не более 4-7%. Чаще всего встречаются при аденокарциномии, редко совпадают с другими драйверными мутациями. Характерен молодой возраст пациентов, не имеют половой предрасположенности, не связаны с курением. Характерна резистентность к химиотерапии, за исключением пиметриксэда. Характеризуется частым поражением центральной нервной системы и печени. На слайде представлены подтверждающие графики общей выживаемости пациентов с мутацией ALK. Нижний график желтый, самые плохие показатели общей выживаемости, которые демонстрируют пациенты с мутацией ALK, которые не получали таргетной терапии. И средний график пациенты с диким типом, и верхние пациенты с мутацией ALK, которые получили терапию первым зарегистрированным ингибитором ALK кризотенивам. Это наглядно демонстрирует, насколько неблагоприятна эта категория пациентов в плане прогноза. К сожалению, к любым препаратам развивается резистентность. Причиной резистентности кризотенивы является появление вторичных мутаций. И это служит поводом для разработки новых препаратов следующих поколений. На слайде представлены медианы общей выживаемости при последовательном применении двух ингибиторов второго поколения, циретенива. Медиана достигает уже 49 месяцев. Простите, секунду. 49 месяцев. И кризотенив впоследствии алектинив 51 месяца. Проводится масса исследований, появляются новые ингибиторы. И что обращает на себя внимание, что по результатам исследований новые поколения ингибиторов ALK демонстрируют достаточно высокую частоту объективных ответов. До 100%. Но, правда, это результаты ранних фаз и небольшого количества пациентов. Теперь о нашем опыте. Без ложной скромности он самый большой в России. В нашей базе данных 104 пациента с мутацией ALK с немелкокреточным раком легкого, несколько пациентов с другими локализациями. На слайде представлена характеристика распределения по полу, возрасту. Обратите внимание, что всего лишь четверть пациентов курили. И 96% наших пациентов на момент постановки диагноза имели третью или четвертую стадии. Каковы же были наши пациенты? За 10 лет 104 больных. Только 29% пациентов получили ингибиторы ALK в первой линии лечения. Основная часть наших пациентов, основная группа получили ингибиторы ALK только во второй последующих линиях. И мы в своем центре придерживаемся тактики последовательного значения ингибиторов ALK. И больше половины наших пациентов получили 2 и более ингибиторов ALK. Исходно поражение центральной нейросистемы имели 14%. И на терапии одним ингибитором прогрессия в головной мозг состоялась у 36% пациентов. Мы имеем возможность работать со всеми имеющимися на сегодняшний день ингибиторами ALK в разных вариантах. В рамках клинических исследований, в рамках расширенного доступа с лорлотенибом и бриготенибом. Здесь показано распределение пациентов по линиям терапии и по препаратам. Каковы же наши результаты? 74% наших пациентов имеют объективные ответы. Медиана без прогрессивной вживаемости 16 месяцев. Таким образом выглядит схема выбора последовательной терапии на сегодняшний день. Обратите внимание, что особое значение придается определению типа прогрессирования, олигопрогрессирования, либо системное прогрессирование. При олигопрогрессировании большое значение имеет добавление к терапии локальных методов лечения, лучевой терапии, либо оперативного лечения. При системном прогрессировании большое значение имеет выполнение повторных биопсий, и повторы молекулярного тестирования для выявления вторичных мутаций. И позвольте привести два клинических примера. Очень коротко. Пациентка 52-х лет, с аденокарциномой верхней доли правого легкого, первой стадии, заболела в 2006 году в возрасте 38 лет. Это некурящая женщина. Ей было выполнено оперативное лечение, верхняя лобоктомия справа, истологически аденокарцинома. Далее состоялась прогрессия метастазов правого легкого, которые тоже были резиденцированы. Проведено два курса химиотерапии по клетоксалкарбоплотен. В дальнейшем, в январе 2014 года, пациентке также метастазов правого легкого, увеличение лимфоузлов средостения. По поводу данного прогрессирования, начата терапия пиметрекседом, которая длилась, обратите внимание, практически 4 года. Молекулярно-генетическое тестирование выполнено только в 2015 году. Выявлена транслокация АЛК. В июле 2018 года пациентка попадает в поле нашего зрения. Достаточно серьезная ситуация. Жалобы на сухой приступообразный кашель, средорозное дыхание, одышку, дисфагию, снижение веса. И вот такая рентгенологическая картина. Мы видим полный атолектаз правого легкого со смещением средостения, с деформацией трахеи, деформацией пищевода. И пациентке назначен был лор-латиннип, ингибитор АЛК третьего поколения, стандартной дозировки 100 мг, которая была потом редуцирована позже по поводу развития периферических отеков до 75 мг. И таким образом выглядит рентгенологическая картина через год после начала лечения. Практически полное восстановление воздушности правого легкого. Время без прогрессирования. На сегодняшний день 14 месяцев. ЭКОК 0. Второй случай. Пациентка 76 лет. Возрастная пациентка. Аденокарцинома нижней доли правого легкого. Четвертая стадия исходно. С метастазами в плевру. Гидроторекс справа. Диагноз установлен в мае 2018 года. Выявлена аденокарцинома АЛК позитивная. И пациентке назначен кризотениб в первой линии, ингибитор АЛК первого поколения, который она получала 8 месяцев с наилучшим ответом. Частичный регресс опухоли. В феврале 2019 года у пациентки развивается прогрессирование заболевания в виде увеличения первичного опухоли, нарастания объема гидроторекса. Выполнено дренирование плевральной полости. Эвакуировано 3 литра эксудата. И проведено 2 курса химиотерапии по схеме пимитрисет-карбоплотин. К сожалению, на этом фоне также продолжается прогрессирование. И в июне 2019 года пациентка попадает к нам с жалобой на выраженную дышку, сухой кашель, отмечается дальнейшее увеличение первичного опухоли. И что самое неприятное, выявлен метастаз в правую гемисферу межичка. В общем-то, стандартная ситуация для терапии ингибитора МАЛК первого поколения. С 28 июня 2019 года начата терапия алектинибом ингибитора МАЛК второго поколения в стандартной дозе. И мы видим быстрый клинический и ренеологический ответ. Уменьшение первичной опухоли через 4 месяца достигнут частичный ответ. И что самое приятное, уменьшение через 2 месяца и полное исчезновение очага, то есть полный интракраниальный ответ через 4 месяца начала терапии. И сейчас мне хотелось бы задать такой практический вопрос. Как бы вы поступили в данной клинической ситуации пациент 35 лет с диагнозом аденокарцинома, алкопозитивная верхняя доля правого легкого, 4 стадии, с метастазом в легкие кости, множественными метастазами в головной мозг. Что бы вы назначили в первой линии такому пациенту? Варианты кризотениб, алектиниб, бриготениб, лорлотениб, химиотерапия пиметриксет, крококлотин, либо лучевая терапия на метастазы в головном мозге. Пожалуйста. Есть результаты? Лорлотениб. В данной ситуации оптимально для пациента назначение алектиниба ингибиторов второго поколения и по возможности на максимальный срок отсрочка проведения лучевой терапии на метастазах в головной мозг. Почему? Потому что мы помним, что это молодой пациент, и мы помним, сколько живут пациенты с алкмутацией в настоящее время, и осложнение, которое может вызвать облучение головного мозга, когнитивные расстройства, это то, чего в данной ситуации хочется избежать. Поэтому алектиниб и далее в зависимости от клинической ситуации решить вопрос, нужна ли срочно какая-то лучевая терапия. Спасибо за внимание.